Глава Реутова Станислав Катаров провел оперативное совещание по состоянию и обслуживанию газового оборудования в муниципалитете. В собрании приняли участие первый замградоначальника Николай Ковалев, заместитель главы Владимир Климов и генеральный директор компании проект-сервисгрупп Дмитрий Чиркин. Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил усилить контроль за этой частью жилищно-коммунального хозяйства. Мы сегодня посмотрели, как работает наша газовая служба. У нас все 223 дома, которые оснащены газовым оборудованием в городе Реутов из 380, обслуживает одна единственная организация, которая обслуживает и внутриквартирное, и внешнее оборудование. Поэтому здесь это все удобно. Вот сейчас мы с коллегами пообщались, которые проверяют газовое оборудование и смотрят на утечки специальными приборами. Они работают уже каждые более 5 лет. Вообще газовая служба в Реутове создана в 2013 году, то есть уже более 9 лет. И на сегодняшний день это такая значимая задача. И вы знаете, что губернатор Московской области Андрей Воробьев поставил уже задачу по оснащению не менее 65% муниципальных квартир в каждом муниципалитете датчиками, которые реагируют на утечки и перекрывают сразу же поток газа, чтобы избежать неприятных последствий. На сегодняшний день в Реутове эта работа уже начата. Более 133 квартир мы уже оснастили. Всего у нас более 2000 квартир, которые необходимо оснастить. Муниципальных квартир из них, соответственно, 1400 необходимо оснастить. Мы их в этом году все, конечно же, сделаем полностью на 100%. И также мы проработали и проговорили с директором газовой компании, с нашими замами, с теми, кто присутствовал. Тот момент, что очень важно посмотреть в каждом доме не только муниципальные квартиры, но и те квартиры, в которых живут и проживают социально, скажем так, незащищенные люди, имея в виду те, которые ведут не совсем социальный образ жизни. В таких квартирах зачастую возникает тоже опасность, и это может быть и квартиры в собственности в том числе. На такие квартиры мы, конечно же, как муниципалитет не можем выделять финансирование, но вместе с коллегами, которые нам здесь по городу помогают газовой службой, с нашими компаниями города Реутов, я думаю, что мы найдем возможности, кто и как это будет делать. И вот такой список квартир я попросил сформировать, чтобы в первую очередь мы по ним в том числе отработали и нашли таких собственников. Власти города договорились о том, что проект «Сервисгрупп» в рамках благотворительности оборудует системами газовой безопасности квартиры, в которых проживают люди с низкой социальной ответственностью и малообеспеченные граждане. Кстати, компания уже реализует собственную программу «Добрых дел», по которой она безвозмездно устанавливает плиты и меняет газовые колонки ветеранам войны и пенсионерам. Помимо совещания, Станислав Катаров совершил обход многоэтажек города. А вот сейчас вот что делаете? Осмотр газопровода, это там на утечке. То есть, визуальный осмотр у вас. А прибор что дает? На утечке. А, он нюхает лучше, чем мы, да? Да, компрессор, то есть, видите, показывает цифровые значения и все одно на утечке. Во время общения с жителями глава города обсудил пожелания риутовчан по вопросам содержания жилого фонда и благоустройства муниципалитета. Какие к нам вопросы есть по дому, по микрорайону? Ну, в принципе, по дому, как бы, в подъезде уборка проводится регулярно, потому что я сама расскажу, часто рано утром уборщицы уют. Здесь вопросов нету. Хотелось бы вот с той стороны дома, который к юбилейному, да, который к юбилейному подсыпать землю, потому что вот край, да, газон, да, там край весь у нас сыпался, когда делали теплотрассу. Сейчас посмотрим. И желательно дорогу, чтобы немножко все-таки еще подсыпали. Услышал, да, это я уже дал команду, видел, что там экскаватор проехал, подразворошил. Потому что там я с детьми ходят в школу. Экскаватор проехал, разворошил, это все сейчас переделывается, сухая погода встанет и постелит нормальная. Напомним, регулярная проверка работоспособности газовых плит и водонагревателей является прямой обязанностью их владельцев и залогом безопасности. Поэтому важно содействовать представителям газовой службы в проведении ими необходимых работ, в том числе внутри квартир.